В молитве шестого дня священного месяца Рамадан говорится, «О Аллах, не унижай меня в этот день из-за моих грехов». Действительно, грех унижает человека, поклонение Всевышнему возвышает человека. Каков посыл этих строк в данной молитве? Здесь нам хотят сказать, что, о люди, если вы будете поклоняться Всевышнему Аллаху, то вы будете любимы. Если вы будете совершать грехи, то вы будете унижены. Не зря же Айтула Тихрани, когда толкуют строки данной молитвы, приводит пример, говорит, что человек может быть профессором, может иметь высшее образование, носить роскошную одежду и так далее, но при этом постоянно совершать грехи, он все равно будет унижен. Но те люди, которые находятся в состоянии постоянного служения Всевышнему Аллаху, постоянно любимые другими и Всевышним Аллахом. В Суре Марьям, в подтверждение этих слов, в 96-м аяте говорится, «Инна лазина аману ваамилу ссалихати саяджалу ляхуму рахману вудда» «Поистине те, кто уверовал и совершал праведные деяния», то есть совершал то, что сказал Аллах совершать, и сторонился от того, что Аллах запретил делать, дарует им Аллах любовь. Их полюбят ангелы и верующие люди». В продолжении молитвы говорится, «И не дай мне вкусить плети твоего гнева, не дай Бог, чтобы мы были наказаны». В этой строке мы видим красоту арабского языка, потому что глагол, который тут употребляется, «Ла тазреб», если бы я сказал это какому-то человеку, то это было бы приказом, запретом, повелением, так как глагол употреблен в повелительном наклонении. Но когда в арабском языке мы употребляем данные глаголы в молитвах, когда человек, который находится на меньшей ступени, чем находится Всевышний Аллах, обращается к тому, кто выше, чем он, то данный глагол, данная повелительная форма принимает вид просьбы. И это означает, что «О Аллах, не бей меня», то есть «Я прошу, чтобы ты не бил меня плетью своего гнева». В продолжении молитвы говорится, «Отдали меня в этот день от всего того, что вызывает твой гнев». Коран и хадисы подтверждают, что часть деяний человека могут вызвать гнев Всевышнего Аллаха, и в этот день мы просим от Всевышнего Аллаха, чтобы он отдалил нас от всего того, что может вызвать его гнев. И в конце молитвы говорится, «Биманникя баядикя, я мунтаха рахбата рахибинь, во имя твоей милости и могущества, о предел стремлений стремлящихся». То есть «О Аллах, мы все стремимся к тебе, и ты являешься результатом наилучшего стремления, так удовлетвори же наши молитвы в этот день». Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракат.